Здравствуйте! По стране у нас активно вводятся электронные трудовые книжки, но что будет со старыми? В материнстве капитал у нас изменились по нему позиции некоторые, но когда мы начнем все это получать? Пенсионеры получают более качественные услуги, но есть некоторые вопросы. В общем, множество всего привело нас к тому, что мы поговорим в подробностях с руководителем отделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан Магомедом Исаевым. Магомед Исаевич, салам алейкум. Алейкум, салам. Добрый вечер. Да, мы действительно накопили много вопросов, и мы рады, что сегодня сможем с вами разобрать. По тем вопросам, которые я озвучил немного позднее, интересная, на мой взгляд, была тема «Бережливый пенсионный фонд». Ну, «Бережливый» сейчас у нас многие органы власти становятся. Пенсионный фонд, в том числе Дагестанский, активно эти нововведения уже использовал. Мы видели в новостях о том, что по Кировскому району Махачкалу уже внедряется все это. Хотелось бы узнать, кроме вот этих больших слов, как цифровизация, там все вводится, на примерах, что поменяло вот эти «Бережливые» технологии, и какие проблемы вы у себя выявили, что, может быть, вы делали как-то все по-другому, а теперь все стало легче? Спасибо за вопрос. На самом деле, терминов очень много, особенно в последнее время. Но по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича, один из таких новшеств через Росатом, который внедряет не только Республику Дагестан, а вообще остальные субъекты Российской Федерации, один из таких моментов – это «Бережливый пенсионный фонд». Вообще сама программа называется «Бережливое правительство». Там не только для пенсионного фонда, там в каждом региональном уровне, в каждом субъектах и муниципалитетах она должна распространяться. Да, мы с правительством по поручению Владимира Владимировича попробовали его внедрить. У нас отделение, на самом деле, можно сказать, один из таких проблемных, очень серьезные нарекания были и самому руководителю этого отделения. Это по Кировскому району? Да, по Кировскому району, хотя до этого он был уже и отстранен от работы. Мы попробовали внедрить вот эту «Бережливую программу», так называемый пилотный проект именно по Кировскому району. В принципе, сама система пенсионного законодательства, она очень сложная. Там, вот начиная с 25 декабря, 90-го года, постановлением Верховного Совета Российской Федерации создали пенсионный фонд. Кстати, у нас этот год, юбилейный год, 30 лет исполняется. Поздравляем вас. Очень много законодательств изменилось. И вот это все довести до народа, нам самим перестраивать, делать все эти расчеты каждый год – это огромный труд. А у нас в республике около 700 тысяч пенсионеров. Конечно, и сама расположение этого здания, у нас там находится Советский, Кировский, Ленинский. Сама, как клиентская служба, тоже она у нас, нужно говорить, очень неудобная для посещения людей. Там мало мест, хотя на душу одного человека должно быть там серьезно, около 3 квадратных метров. Ну, я ездил, смотрел другие регионы, на самом деле, как это было все сделано. В свое время, видимо, беспокоились и выделили места, построили даже в соседней Чеченской республике, в других местах вообще абсолютно новые, хорошие здания построены. И сделано там все удобства для наших горожан и для пенсионеров. Ну, сейчас мы должны исходить из того, что у нас есть. И мы начали, на самом деле, это Кировском районе внедрить. Вы знаете, на самом деле, хотя и всегда мы ставили задачу по нашему внутреннему рекламу работы, мы всегда должны укладываться где-то до 15 минут, мы должны принимать клиентов, имеется в виду людей. Дальше в течение одного дня этот макет создается, дальше там в течение трех дней уже отделное значение вверх поднимается. И мы должны, ну, или обоснованный отказ, или уже дальше двигаться на значение пенсии. У нас это очень тяжелый процесс, только в одном направлении, когда мы начинаем его поправлять, у нас где-то что-то проваливалось. Там вот по трудовому законодательству при назначении пенсии по нашим пенсионным законодательствам, она должна быть в стаже работы, оценка должна быть произвести. А там получалось, за этой справкой колхоз, совхоз, архивы людей приходится перенаправлять, чтобы они нормальные печати в этом документе принесли, неразборчивые. Там очень много нареканий. У нас, наверное, много бюрократии было. Да, бюрократии, да. А сегодня мы сделали вот что. Я очень благодарен нашему правительству, на самом деле, под их четким таким и тем самым. Они могли заставить впервые подписать соглашение между госархивом, Минюсом и отделением пенсионного фонда. Мы сегодня в течение одного дня, в крайнем случае даже в течение 15-20 минут, на любого работника, у кого находятся архивы документы, мы можем уже запрос получить. В электронном виде вы между собой взаимодействуете? Да, это уже электронный взаимосвязь мы наладили. А вы представьте, пока мы письмо отправим, пока подтверждение, это целый месяц уходили. Это уже совсем другая выстроенная работа в пользу наших пенсионеров, будущих пенсионеров. Дальше мы заключили соглашение между Министерством труда и социозащиты, и пенсионным фондом. Мы сейчас никуда отправлять людей нам не приходится. Это буквально 5 дней давалось им выдавать эти справки, человек стоит в учете в фонде занятости труда или нет. А в течение 5 минут сегодня мы, сидя в кабинете, можем эти запросы получить. Это какое облегчение сегодня получилось у людей. Им десятки раз туда-сюда ходить не надо, это же расходы дополнительные на маршрутку, третий, четвертый. Это проблемы мы уже решили в республике. И самая главная проблема, которую сегодня председатель правительства, он подписал в распоряжении, всем работодателям обязательно в порядке представить электронную в виде пенсионный фонд полностью за благореваемые данные и сведения работающих людей. На сегодняшний день она, у кого работает более 25 человек, дальше мы на понижение идем с 9, и фактически в ближайшее время, до конца года мы фактически в республике охватим. И база, кто где работает, и какие проблемы с стажем, кто должен за благовременно за год выходить, мы уже автоматически компьютер видим, к нам уже людей не нужно даже приходить. Мы ему звоним, работодателю и говорим, уважаемый директор ООО или завода, где он работает, или где он работает в больнице, такой-такой-то работник, он у вас или предпенсионер, ему надо готовиться, у него есть вот такие льготы, он имеет право на это, на это. А вот этот срок, он должен или электронно, или предпенсионный фонд написать заявление о назначении ему пенсии. Что же будет с бумажным носителем? И кроме того, что мы просто сейчас откажемся от бумаг, все у нас будет в базах, что дадут эти электронные книжки нашим жителям? Вообще, если честно сказать, кроме того, чтобы вот эту книжку таскали туда-сюда, там печати ставили, то один, правильно, неправильно, она для пенсионного фонда, кроме помех, абсолютно ничего не было. А сегодня у нас есть идеальная возможность, мы видим компьютеры, человек там работал или не работал, электронно, все. И вам не нужно ничего подтверждать, обращаться? Абсолютно, мы никого никуда не отправляем, за справками не отправляем, мы уже знаем, что этот гражданин столько лет работал, что у него столько баллов, у него есть право выхода пенсии, больше никаких проблем там не было. Но единственное изменение сегодня, которое это разница между электронной и трудовой, то, что наши люди, как всегда, привыкли, ну, что-то там прощупать, да, это трудовая книжка, это моя как сберкнижка, да, вот хотел бы ее сохранить, да. Ну, и там было написано, записи сделаны, ветеран труда, благодарственные письма, трудовых книжек писали, какие у него награды бывали, служба в рядах вооруженных сил, электронной трудовой книжки этого не будет. Потому что автоматически уже у нас сегодня по последнему статусам у нас в республике 3 миллиона 111 тысяч человек. Из них у нас сегодня пенсионного фонда при сучете у нас стоит 2 миллиона 980, буквально где-то там под 100 тысяч уже считается, что база полностью жителей Дагестана, она будет находиться в пенсионном фонде. И его движение, вот по этой электронной трудовой книжке, куда бы он не перешел, с какой работой, куда он перешел, работодатель, он в течение 15 дней обязательно нас должен предупредить. Он меняет это все. А если самое главное там, за подлог, за какие-то это самые, работодатель несет штраф, плод до уголовной ответственности. Маргарий Александрович, ну, разъясните, пожалуйста, вы сейчас сказали, что не будут вот в этих электронных трудовых книжках записи, к примеру, о работе, либо службе в вооруженных силах. Что сейчас просто для людей, которые раньше это все считали стажем, да, трудовым, и сейчас изменилось законодательство, либо что происходит? Они никогда стажем, трудовым не считались. Дело в том, что если вот эти два-три пункта, которые я вам перечислил, они влияли бы на оценку пенсии или на стаж пенсии, его можно было бы включить, поэтому его не включили. Мы сейчас много говорили с вами о цифровизации, электронных технологиях, которые активно внедряют пенсионный фонд, но надо понимать, что одним из главных ваших, скажем так, клиентов являются люди взрослые, либо пожилые. Да, новость такая была недавно. Полтора миллиона пользователей установили мобильное приложение, ПФР, это по всей стране. Но, с другой стороны, вот эти люди взрослые, мы видим, что они тяжело осваивают все технологии. Вот как у нас в Дагестане это происходит? Могут ли пользоваться всеми этими технологиями наши дагестанские пенсионеры? На сегодняшний день я, в принципе, одно время, вот только я когда в 17-м году вышел, один год была тогда программа со финансированием Республики Дагестан, МИД трудом, обучение такая программа была пенсионеров, компьютерной грамотности. Если я не ошибаюсь, там, в самом деле, в вузах, везде проводили такую учебу, ну, и на сегодняшний день эта очень программа, она актуальна. Всех все равно сюда не открывается. Да, ну, это, да, ну, обхват невозможен. Конечно. Ну, тем не менее, вы знаете, что удивительно, да, вот вы говорите, это, значит, старики, да, они осваивают или нет, ну, я любой дом, ну, я, к примеру, говорю, даже мои родственники, и взрослые, и молодые, начиная даже, там, он ходить не может, он уже компьютер открывает, и бабушки, дедушки смотрят, чем телевизор смотрят, сейчас они сегодня, ну, в самом деле... На Ютубе могут... Да, 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 спокойно, это, которые я даже иногда не знаю, ну, там, есть люди, которые... Я что хочу вам сказать, 80% сегодня, начиные пенсионеры, они сегодня заявления, жалобы, какие-то это сами дают через личный кабинет, мы установили во всех отделениях по республике Дагестан, она называется у нас гостевой компьютер. Вот любой пенсионер, который захочет электрону отправить заявление, там, на перерасчет, на индексацию, там, любое это самое связано с ПФР, он имеет право оттуда отправлять электронные эксады. По этим новелям, пенсионный фонд сегодня очень достойное место занимает, почти 80%. То есть у нас технологические бабушки, дедушки в Дагестане, это радует. Ряд изменений, это одна из самых важных, мне кажется, тем в Дагестане, материнский капитал. Да, ряд изменений произошел, было очень много обсуждений по этому поводу в республике. Увеличение материнского капитала за первого ребенка можно будет получить. Что совсем скоро уже изменится для дагестанских семей? Вы знаете, закон, он пока еще не действует, там, где-то до буквально течения Госдумы внесли, ну, считанные дни, там, недели, она, наверное, выйдет, но, тем не менее, на первого ребенка сегодня то, что президент Владимир Владимирович озвучил, озвучил, это 466 рублей и 617 копейками, его получить, не получить, кто желает, у нас в республике Дагестан никаких проблем нет. Это однозначно, там вот в некоторых регионах даже говорили, что там ссылается на закон, пока он еще не утвержден, там, не выдает, там, какие-то жалобы. Если есть такие моменты, я даже хотел бы на горячую линию, чтобы мне обязательно... То есть уже можно получать, да? Однозначно, здесь никаких вопросов. За первого ребенка. За первого января 2020 года фактически сегодня человек, который принесет сертификат, он имеет право уже распоряжаться, это однозначно. Дальше, если в этой семье появится второй ребенок или усыновлением, да, там уже добавляется сразу 150 тысяч рублей денег. То есть, вот здесь тоже хотелось бы уточнить, Даген Савич, 450 тысяч мы получили за второго ребенка, мы получаем плюс 150 тысяч... То есть, на второго ребенка плюс 150. То есть, не 616 плюс за второго ребенка, а... Да, да, только 150. 150. Тут путают наши... Да, да, у нас думают, что за двух детей мы получаем миллион, нет, да? Ну, там есть еще одно, это самое, которое еще... Ну, наши граждане, они, между прочим, они очень моментальные, это лучше, чем любой юрист изучает эти законы. То есть, человек, если он не получил, ребенок, который родился, допустим, в 2019 году, он не получил маткапитал, сертификат, он имеет право в 2020 году получить, но не 466, он получается уже, у него с прибавлением 150, 666 копееками он будет получать маткапитал. А на третьего ребенка, как уже и в законе уже будет прописано, там, раз уже президент дал поручение, по-другому оно не должно быть, это на третьего ребенка, это ипотечный кредит, который он имеет право... Это субсидирование на ипотеку, тоже через вас, до 450 тысяч. Так, это по закону я сегодня не могу сказать, потому что для этого у нас еще и время есть. И кроме того, новые это самое, раньше один месяц, 15 дней, если давалось на получение маткапитала, имеется до сертификата и выдачу ее, сегодня законом, я думаю, что он уже пропишется, это уже Минтрудом, Пенсионным фондом, законодательством и правительством, по-моему, принято такое решение, его надо будет выдавать в течение 5 дней. Поставлена задача, мы уже направили, чтобы уже государство не обмануло, у нас очень много таких бойких ребят, как только денежные вопросы, там уже начинается там левый и правый сертификат, в 2017 году. Я когда только по работе пришел, я этот материал передавал, я помню, тогда ФСБ, 139 левых маткапиталов обнаружили. Ну, вот ничем не отличишь этот сертификат. Поэтому вот этих моментов, чтобы не проскакивало, мы сегодня обратились в Минздрав, в Рейсфолики, Дагестан, пока мы будем его контролировать, в любой роддоме при рождении ребенка там запись сделает. Через Минздрав, чтобы эту справку мы обязательно в течение там понедельного отчета, чтобы мы могли его получать, и уже дальше, короче... Чтобы у вас уже была информация. Чтобы не было никаких проблем, его свидачей же проблем нет, есть правильно, как его дальше использовать, правильно или неправильно ее использовать. Увеличение пенсионного возраста. Ну, сейчас, конечно, прошло уже время, но не так много. Если коротко, что можно сказать, как эта реформа в жизнь воплощается? Вообще, это очень сложно объяснить людям. Вы же понимаете, если Министерство труда, где прорабатывают эти законы, совместным пенсионным фондом, там, правительством, не могли объяснить людям. И на самом деле, да... Да, и президент не мог объяснить, мне кажется, некоторым, когда он обращался. Самому, самому, даже президенту пришлось выйти, объяснять ситуацию, для чего, как это необходимо было это все сделать. Ну, я думаю, что, вот я вижу, по республике Дагестан, ни один день ко мне, вот, еще на работу не приходил человек, а почему мне так поздно пенсия назначается, или там еще какие-то проблемы. Самая большая проблема, что у нас в Российской Федерации самая низкая пенсия. А в Российской Федерации, ну, в среднем по стране, да? 14 тысяч, более там, других субъектов, даже вот здесь соседние Чечни, Гушетии, там, Старополь, почти на тысячу, на две тысячи рублей, он выше, чем в Дагестане. У нас никогда люди не обращают внимания, они вот хотят сегодня жить одним днем. Вот, сегодня черным, там, нал, или как он называется, конвертах лучше эти деньги получать, чем официально у любого уочника или любого человека, где он работает, чем у него, или индивидуальный предприниматель, у него попросить, официально его на работу устроили, чтобы он официально, а потом ему легче было нормальные пенсии получать. 124 тысячи пенсионеров у нас, которые получают пенсии, ниже прожитивающего минимума. Это прожитивающий минимум пенсионеров у нас в Республике Дагестан, это 8 тысяча 860 рублей. Около 3 миллиарда федеральный бюджет нашим гражданам дополняет, она называется федеральная социальная доплата, чтобы уравнить прожитивающий минимум. Вот те люди, которые находились ниже прожитивающего минимума, конечно, увеличение этой пенсии они не могут очищать, потому что у них и так, у кого 5 тысяч, у кого 6 тысяч, это называется социальная пенсия. Да, те люди, которые, на самом деле, трудились, работали, у него никаких проблем не было с стажем, у него есть нормальный оценочный балл. Он, вот как Владимир Владимирович сказал, тысячи рублей ежегодно пенсии он получает. Увеличение, конечно, оно идет. В прошлом году было 7,0% индексации, это с учетом инфляции. В этом году уровень инфляции у нас, он упал, 6,6% уже полностью, все пенсионеры Республики Дагестан индексации получили. Кроме того, в апреле месяце еще будет другая индексация, именно той категории, в которой находятся социальные пенсии. Это, сперва говорили, 7%, но по последним данным, вроде 6-1%. Ну, это существенная доплата, это тоже будет. В августе месяце будет работающим пенсионерам индексация. И 3% есть такая категория, которая получает единое время выплаты. Это инвалиды, категория людей социального слоя. Они тоже будут эту индексацию получать. Это социальная структура, вопросов очень много. Мы по мере возможностей находясь на работе и с утра, и до вечера поздно, мы всегда стараемся. Есть вопросы, которые от нас зависят, есть, которые увеличение или уменьшение пенсии, к сожалению, не от пенсионного фонда Республики Дагестан, для наших пенсионеров, это не зависит. А то, что от нас зависит, мы всегда будем делать. Каждая копейка, которую сегодня наш пенсионер получает, это благосостояние наших жителей. Его, кроме их поддержать, кроме им правильно подсказать, других целей у работников пенсионного фонда нет. Спасибо. Вам спасибо. Это были подробности. Сегодня говорили с руководителем отделения пенсионного фонда России по Республике Дагестан, Магомедом Исаевым. С вами был Тельман Раджабов. Даст Бог, еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон»